Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, совершенную общеопасным способом, в том числе путем поджога. Серьезным преступлением обвиняют 73-летнего руководителя ансамбля народной песни одного из пермских домов культуры. На безрассудный поступок пенсионер надоумили телефонные мошенники. Показания давать желаете в судебном заседании об обстоятельствах дела? Я знаю, что я совершил ошибку. Доверил слушать людям, которых я практически не знал, даже не знаю лицу. Это самая главная ошибка. Один из звонивших представился следователем, другой – сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленники сказали, что некий гражданин хочет мошенническим путем оформить на его имя крупную суду. Чтобы остановить преступника, нужно якобы обнулить кредитный лимит. По распоряжению лжесиловиков пенсионер назанимал в разных банках денег размером в несколько сотен тысяч рублей и отправил их на указанный мошенниками счет. А затем те поставили условие – хочешь вернуть свои кровные – поджигай военкомат. Пермяк согласился. Ну, как бы вы поступили на мою месть. Я просто доверялся людям и все. А в итоге они этим воспользовались. А теперь я должен доказывать, что я совершил такое, на что я сам никогда не подумал бы. Ничего не совершил, я сделал по минимуму. Вроде бы ничего не сгорело, никто не пострадал. Но я должен доказать свою правоту, что я, в чем считаю себя правым. Максимальное наказание по этой части статьи – пять лет лишения свободы. Подсудимому дали два года условно. Зачли великолепную бытовую характеристику и отсутствие судимости. Пенсионеру предстоит погасить еще взятым для мошенников в банках кредиты. Елена Иговцева, Кирилл Андреев. Телевизионная служба новостей. Кирилл Андреев. Телевизионная служба новостей.